друзья всех приветствую на торговой сессии пятницы мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые оказывают влияние на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркет составлять ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки небольшое сообщение для тех из вас друзья кто интересуется долларом буквально вчера с нашими партнерами артемом звездиным и владимиром пересады мы сделали для вас ролик о том что с американской валюты может произойти дальше почему в принципе доллар находится текущих значениях и попробовали обосновать общие тенденции и не только с позиции и технического анализа и фундаментального то есть ролик получился довольно может быть и продолжительным но уверен то что информация там полезно и точно достойно того чтобы с ней ознакомиться сегодня тоже очень важный день для а доллара потому что мы наконец-таки дождались официальной статистики от мин труда сша по состоянию американского сектора труда речь идет об отчете non farm pearls который будет опубликован в 15 30 по московскому времени ранее у нас было несколько репетиций во-первых это и дипи частный сектор частная оценка и статистика как вы помните разочаровала ну в целом прирост конечно же было и значительно почти 450 тысяч новых рабочих места но если сравнивать с прогнозным значением а фактическая цифра казалось гораздо хуже ранее у нас вышли данные по заявкам на пособие по безработице и при том что в целом отчет вчерашний казался лучше чем ожидали эксперты я думаю что радоваться особо нечему вы должны друзья знать что единственная причина более-менее неплохого отчета по заявкам в рамках вчерашнего дня с точки зрения публикации статистики это изменение методологии расчета этого показателя если вам интересно подробнее можете я думаю ознакомиться в сети информации очень много вы поймете о чем я говорю если быть реалистом и скорее всего если бы методология осталась прежней то мы бы с большой долей вероятности снова вынуждены были бы фиксировать и прирост количества заявок свыше 1 миллиона поэтому я остаюсь среди тех трейдеров которые не верят в выздоровление американского рынка труда в его восстановление и смотрит опять же в будущее по этому сектору ну и наверное можно сказать в целом по американской экономике не очень оптимистично в целом от сегодняшнего отчета по нон фарм пэрлс будет зависеть то что произойдет с прошу прощения с американской валютой дальше если мы увидим цифры которые будут схожими например с релизом по иди пи то соответственно индекс доллара снова окажется под давлением я считаю что это самый вероятный сценарий под закрытие текущего торгового дня и соответственно всей недели в принципе от своей позиции того что доллар аутсайдер я не отказываюсь и ранее уже записывал непосредственно от себя как бы единоличный контент почему доллар будет испытывать фундаментальное давление вчера опять же с партнерами мы в целом сошлись на позиции того что лучше доллар все-таки продавать и и опять же то как сегодня поведет себя американская валюта будут зависеть опять же тренды последующих недель и буквально еще через неделю у нас очередное заседание американского регулятора где снова мы будем работать сто процентов друзья с мягкими комментариями федрезерва которые могут стать еще одним риском для американской валюты и тут же в середине этого месяца конгресса после каникул возвращается к своим рабочим обыденным будням и первый вопрос который они посмотрят это согласование нового пакета фискальных стимулов раньше тоже уже неоднократно делался акцент что если пакет одобрит там свыше 1 триллиона долларов это пожалуйста еще одна волна инфляционных рисков и того почему доллар можно считать аутсайдером ну и конечно же как я мог забыть про вчерашний отчет а см который тоже оказался на хуже и прошлого значения и хуже прогнозного уровня цифра выше 50 вроде бы как если индекс выше 50 значит сектор восстанавливается но скепсис трейдеров обусловлен тем что текущее восстановление индекса она упирается не на здоровый внутренний спрос скорее всего на вот эффект от вот этих стимулирующих мер поддержки от властей и собственно афид резерва поэтому сегодня друзья максимум фокуса внимания на нон фарм пироса если снова взять за основу корреляцию между и диппи но он фарм пирос скорее всего статистика выйдет плохой ждем соответствующих распродаж для доллара если снижается американская валюта разумеется золото растет сейчас золото 1939 при сценарии слабости американца золото может завершить текущую неделю выше отметки 19 50 евро против доллара 1 18 51 восстановились мы с донных уровней там в районе отметки 1 18 прибавили там около 50 пунктов с этих минимумов индекс активности в сфере услуг больше порадовали трейдеров снова растут ожидания того что темпы экономического роста будут более-менее неплохими еврозона может стать чуть ли не первая экономика которая преодолеет первые последствия пандемии jp morgan рекомендует все-таки длинные позиции считают что настоящие деньги крупные фонды сейчас краса в лонгах поэтому 1 20 друзья это тестирование этого уровня сценарий по-прежнему актуально по фунту тоже самое 1 32 81 понемногу мы восстанавливаемся не хочется опять же говорить про национальный фундамент хотя он позиционно слабый и brexit и комментарии руководство банка англии о готовности расширить программу количественного смягчения тоже определенные вопросы к показателю к сферу слух но для фунта сейчас тоже определяющая сила это доллар по нефтянке 43 66 снижение при этом фона нет никакого ранее мы разводили руки как могли рынок так сильно продать после выхода данных по сокращению за запасов и объемов нефтедобычи но скажем так осталось все это без ответов у рынка свое представление о нормальных уровней для собственно черного золота сейчас для бренда и для wti поскольку нет возможности объяснить продолжение текущей тенденции кроме как снова проблем со спросом ожидание того что может американская валюта укрепиться и это соответственно сне способствует снижению сырьевых инструментов когда нет друзья возможности сказать четко что за фон и факторы являются в моменте определяющими держимся подальше такого актива то есть нефтью не торгуем и фондовый рынок сша снижается около пяти процентов ключевые индексы вчера потеряли мы следим за доу джонсом 28 274 пункта сейчас то есть за день до этого действительно для фондового рынка был лучший месяц с июля и вчерашний торговой сессии это худший день с июня никаких серьезных фундаментальных предпосылок рынок не разворачивается как вы помните трамп его политика предвыборная компания будут способствовать тому чтобы пока что до выборов фонда держалась на высоких значениях друзья сегодня всем удачи день будет насыщенный и разумеется итоги будем подводить в понедельник всем пока